Дорогие друзья, здравствуйте! Спасибо вам большое, что вы сегодня в нашей студии. Я вас рада приветствовать и очень рада вас видеть. Вот так через вас прикоснуться к целой эпохе, к целой истории, к такому уникальному человеку, как Алексей Елисеевич Кулаковский. Это, мне кажется, не каждому такая честь выпадает. Поэтому я очень благодарна, что вы пришли сегодня к нам и вы в нашей студии. Спасибо вам большое. Спасибо. Добрый день. Добрый день. Спасибо вам также, что вы в нашей студии. Я хочу поблагодарить, пользуясь случаем, организатора нашего эфира. Это Юрия Ивановича Семенова. Большое ему спасибо за таких почетных гостей. А начать я хочу со слов Михаила Ефимовича Николаева о Алексее Кулаковском. Всю жизнь Алексей Елисеевич Кулаковский провел непосредственно в гуще народной жизни и сколесил родную Якутию вдоль и поперек, научно исследуя язык, этнографию, историю своего народа. Поэтому был кровь от крови, плоть от плоти своего народа Саха, природным Якутом. Михаил Николаев. Я думаю, что не найдется человека, который поспорит с этими словами. И действительно, изучая биографию Алексея Кулаковского, просто диву даешься, насколько много он сделал для народа, сколько много он мог создать, пропустить через себя. Это просто фантастика. Я вот сейчас буквально просматривала материалы, и я в восторге, конечно же. Ну и первое слово я хочу предоставить Раисе Рясовне. Вы самый близкий человек к Алексею Кулаковскому из всех тех, кто в нашей студии. И я знаю, что вы продолжаете дело своего дедушки. Расскажите, пожалуйста, о том, чем вы занимаетесь. Я знаю, что вы даже сейчас, в вашем почтенном возрасте, вы все равно человек науки, и вы создаете труды, и у вас есть династия учителей. Да, действительно, я первая внучка Алексея Алексеевича Кулаковского. Отец был единственным сыном, который остался жив. И мы родились у Риаса Алексеевича восемь человек, и все достаточно образованными стали. Достаточно мы жили на уровне своих сородочей. И, конечно, очень постарались быть достойным своей дедушки. У меня сейчас восемьдесят пять лет. Это, наверное, год, года идут. А моему деду было сорок девять только. И он в этот возраст ушел из жизни в Москве. А мне сейчас сорок девять. Мы считаем семью династии учителей. Так что Алексей Алексеевич, всю жизнь, он работал учителем. Работал в Билюйском районе, в Татинском районе, в Конголатском районе. В Бадайбо работал он. Везде и даже в техникуме он учитывал. Учителем работал в Якутске. Ему учителями, учениками были Сурен Амалло, Амма, Чигая, например. Их воспоминания, написанные о Кулаковском, мы очень за это благодарны. Как он учил, как он заходит в класс, что он рассказывает, как он вел среди учащихся, как учитель. Это нас очень радует. И в свое время, я когда училась в университете, у меня дипломная работа тоже о Кулаковском была. Это первая, первый диплом, наверное, дипломная, первая дипломная работа Кулаковский в Билюйские годы. Он учитывал, работал учителем в Билюйске. И целая фотография есть, вот с ним, который он фотографировался, учащимися в Билюйской техникуме. В Билюйской школе, училище? Училище называется, наверное. И там учились, например, Барахов учился, Степан Аршаков, Степан Когилев, Потапов, Дора Жиркова, Марпа Потапова. Вот такие знаменитости учились в Кулаковском. В Кулаковском учились они. И когда я написала работу, дипломную работу, съездила везде, в Билюйском районе 10 дней там просто написала, встретилась, в музеи ходила. Даже в Москву я съездила. Там встретила Дору Жиркову, Марпу Потапову. Вот они, конечно, старенькими были, но очень были рады. И они с удовольствием дали воспоминания об учителе Кулаковском. Вот, я вот принесла дипломную работу, 50 лет, оказывается, защитили, 50 лет назад защиту я вела. И в этом работу, на этой работе помогал отец Риас Алексеевич. Риас Алексеевич и мой муж Степан Гаврилович Охлопка. И они, мы почти троем писали. Ну, почему так поздно? Потому что я замуж вышла, пятерых ребятишек воспитывала. И все время, в это время я не бросила учиться. И вот такую замечательную дипломную работу я вела. Вот гены, да? Вот все равно, смотрите, сколько много тоже сделали. Ничего себе пять детей. Еще и научная работа. Вот это да. Вот когда я встретилась с Дорой Жирковой, вот она все время удивилась. Смотрите, говорит, смотрите, вот эта девушка, женщина, пятеро детей имеет. И еще учится. С Якутии приехала, говорит. И зовет этого мужа своего и показывает меня. Я удивилась. Как это так? Можно же ехать и писать. А она удивилась. Вот генетически у вас тяга к знаниям, тяга к образованию. Ведь именно это пропагандировала Элисия Кулаковская. Очень хорошее воспоминание дали от Муси Потапова и Доры Жиркова. И я написала вот в этой работе. Бесценный труд? Бесценный труд, оказывается. Бесценный труд. И сейчас я очень благодарна вот своему отцу и мужу Степану Горидевичу, чтобы такую работу мы создали. И потом у нас восемь человек. У Ириуса Ельфеевича пятеро мы учителя. Значит, у нас двенадцать учителей. Звание, что ли, это было? И что? Значки дали, написали. Аконечникова доктор Анастасия. Она, он, он, она написала, написала работу. И всем вот раздала вот такие значки. И мы гордостью носим этот знак. Двести лет, оказывается, мы учили своих вот детей, якутских детей. У Эсакуляха трое сыновей, все они учителями были. И Сон, и Конаша они учителями были. И в юности, когда было, двадцать четыре года, что ли, они умерли от того эркулеза. Вот так. И мы, Атос, Есон, Рива, Людмила, Лариса, все учителя. И нет прекрасной профессии, чем учитель. Отец всегда так говорил. И мои внуки тоже, мои правнуки даже на учителя учатся. Вот так. Столько, получается, потомков продолжили дело? Триста лет, наверное, есть, но мы им подсчитали. Но тогда, вот, Аконечникова Анастасия подсчитала, двести лет, оказывается, получился. Вот так. Такая судьба. Да, Алексея Алексеевича Кулаковского называют лучом света. Называют его духовным отцом народа Саха. То есть, вот он действительно всю свою жизнь он учил и учился сам. И вы вот так дальше пошли его дело и продолжаете, несете, как свет, как огонь действительно. Может быть, поэтому замечательная традиция есть 16 марта и на родине Алексея Алексеевича Кулаковского, и вообще в Якутии зажигать в 10 утра в этот день свечу, как символ света, знания, стремления. Я слышала, очень была рада, представила, что будет огонь везде, свечи будут сидеть. А такого человека, как Кулаковский, нужно. Нужно, конечно же. И вот мы накануне дня рождения выходим, послезавтра будет этот день, когда будут зажигаться, будет зажигаться свеча во многих домах, в школах. Это кто подумал-то? В высших заведениях. Вот я хотела узнать, кто такую замечательную идею подал, потому что на самом деле это замечательно, это прекрасно. Это идея Михаила Кенуфеевского, Николая Кенуфеевского, президента. И она поддерживается многими людьми, да, и зажигается эта свеча и 16 марта этого года. Не будут изменять этой традиции, она будет также продолжаться дальше, дальше и дальше. Но вы в вашей семье наверняка тоже зажигаете? Ну, конечно. Возложение венков будет, всегда в традиционном уходе, всегда, конечно, почитаем дедушку. И у нас сейчас будет перерыв буквально на две минуты на короткую рекламу, а во втором блоке, я думаю, что мы подробно можем рассказать нашим слушателям и зрителям, какие мероприятия будут проходить в преддверии дня рождения Алексея Алексеевича Кулаковского и в сам день, 16 марта, тоже что пройдет. Я думаю, что Елена Кристофоровна нам расскажет, и Александр Павлович тоже дополнит. И, возможно, на какие-то мероприятия наши горожане смогут прийти, или гости столицы, и тоже разделить этот праздник, это настроение со всеми нами. Не прощаюсь, не теряйте нас, мы очень скоро вернемся. Дорогие друзья, мы снова в прямом эфире. Вашему вниманию программа «Якутск сегодня» и приурочен наш эфир к знаменательной дате, к 45-летию выдающегося деятеля, писателя, философа, гуманиста Алексея Елисеевича Кулаковского. Его день рождения, 16 марта. В нашей студии замечательные гости. Это внучка Алексея Елисеевича Раиса Рясовна Кулаковская. Также в нашей студии Елена Христофоровна Голомарева. Это отличник образования Республики Саха-Якутия, заслуженный учитель Российской Федерации и магистр филологии, руководитель Музея истории города Александр Наговицын. Мы продолжаем говорить о замечательном человеке, о выдающемся человеке, вклад которого сложно недооценить и переоценить, Алексею Елисеевичу Кулаковскому. Вы можете присоединиться к нашему разговору. 32 00 66, 32 11 66, телефоны прямого эфира. И в первом блоке мы говорили о замечательной традиции, которая жива и продолжает жить. Это зажигание свечи в день рождения Алексея Елисеевича Кулаковского. В учебных заведениях, в школах, в высших учебных заведениях, в домах. Тех людей, которые чтут память, а таких людей очень много. И я попрошу Елину Христофоровну рассказать о тех мероприятиях, которые накануне, вот в эти дни, возможно, запланированы, пройдут в нашем городе. И 16 марта также. Расскажите, пожалуйста. Имя Алексея Елисеевича Кулаковского знакомо и очень близко с якутянами в течение вот этих лет, 90-х лет. Первый президент Михаил Николаев ввел такую работу по осмыслению, по тем вопросам, направлениям его деятельности. До этого особо о нем не говорили до 90-х годов. И мы в 2012 году отметили очень широко на уровне парламента нашей республики столетие письма якутской интеллигенции. Это работа, которая дает возможность осмыслить период того времени, в котором мы живем, да, и дальше, чем мы должны заниматься. И сегодня роль и значение этого письма, оно, наоборот, расширяется, углубляется. И в этом году мы отмечаем 110 лет. Я хотела бы сегодня представить фотографии, которые, вот, каким размахом мы отметили это событие, столетие письма. Качикатцы, это письмо было написано в Качикатце в 1910-12 годах. И Алексей Алексеевич жил в семье предпринимателя, одного из прогрессивных хозяйственников, значит, того времени Семена Барашкова. И работал у него учителем, домашним учителем. Кулаковский письменно оформил свои размышления о беспросветном положении родного народа, вот, в письме якутской интеллигенции. Но мы видим, каков у него был кругозор знаний. Потому что за это время он объехал на лошади и пешком многие территории нашей республики. Был, значит, на севере, в Булумском районе, в Аймеконе. Он был, даже есть такое, это, что он был в Оленевском районе. Мы с Людмилой Рясовной, значит, были в Оленевском районе, архивные материалы изучали. Ну, в общем, это человек, который взял на себя очень большую ответственность за судьбу якутского народа. И сегодня мы в его письме видим размышления об образовании, о том, как должна развиваться школа. Не зря Раиса Реянсовна говорит о том, что более 200 лет это их, значит, передача от поколения к поколению учительства. Удивительно, что письмо написано, да, вот это 1912 год, да? Да, да, 12-й году. А в нем вы находите то, что актуально сейчас, в сегодняшний день, в сегодняшней нашей жизни. Это же удивительно. Да, и вот он в то время чувствовал, что грядут очень большие такие изменения в социальной и вообще политической жизни вот этого времени, да? Как раз до революции, это 12-й год. И чувствовал, что что-то такое сейчас произойдет, и народ останется как бы без таких планов размышлений. Ну, в то время, вот представьте, население-то было безграмотное. Таких вот, то, чего сегодня мы имеем, ничего не было. А про малочисленные народы и вообще говорить, они жили одним днем, откачевали. И как раз-то одно, один из трудов посвящено коренным малочисленным народам, которые бедствуют, которые голодают. И вот об этом он конкретно пишет, как им входить в положение. Поэтому вот очень знаково, что мы в этом году на уровне Государственного собрания Илтумен будем возвращаться к теме письма якутской интеллигенции 110 лет. И будем, значит, проводить те же мероприятия, которые мы с Людмилой Ириасовной провели в те дни. И вот внучка Людмила Ириасовна, ну, я вот за эти 10 лет не нашла, как сказать, момента, чтобы вот эти рюмочки, которые принадлежали Алексею Алексеевичу Кулаковскому, передать семье. И вот сегодня выпала мне такая честь, поближе. Вот их сейчас покажу. Это рюмочки, которыми пользовался Алексея Алексеевича Кулаковскому. Да. И я Людмиле Ириасовне говорила, нет, мне это не надо. Зачем вот это лучше? Это же семейная реликвия. Это достояние всего народа. И вот 10 лет они у меня в шкафу стояли, я не собираю раритеты, но все равно вот думала, что когда-то верну. И вот сегодня настал тот день, и я с радостью возвращаю деда Раисе Ириасовне. И я думаю, вот будет музей когда-нибудь. Вот обязательно надо над этим вопросом работать. Музея нет у Кулаковскому. Да. Пока. Но пока я говорю. Но это первые ласточки. Первые, это, что ты говорите? Экспонат. Экспонат. Забыла. Это точно такие вещи, поэтому я, конечно, очень дорожила. Какие маленькие. Держала, и вот сегодня я возвращаю для общего обозрения. И я никогда не думала, что могут быть такие красивые вещи в то время. Понимаете, это же... Как сохранились хорошо. Мы там сохранились. Но я ничего не стирала, покупала это, не мыла это. Потому что боялась. Ой, спасибо большое. Спасибо. Так есть, так и передаю. Надо же, прикасались его руки, да, Катя Ильича. Удивительно. Прикасайте. Очень-очень, да. Надо же. Здорово. Как-то что-то такое нарисовано. Да, вообще рисунки очень красивые. Да, да. Удивительно просто. И в музее, когда я бываю, да, посещаю музей, я смотрю на посуду, и вот все равно, вот вспоминаю, у меня там стоят вот вещи Кулаковского. Поддержаться им. Такие красивые вещи. Ты тоже будешь чуточку талантливее и чуточку любознательнее. Да, да. Теперь спасибо вам большое. Вот Раиса Рясовна нам сказала, да, за кадром, о том, что вы дедушку не видели своего, да? Конечно. Да, ну вот так, это же вообще еще тогда вдвойне, что вот сейчас вот можно тут получить друг друга. Он трубил, наверное, вырбил отсюда, наверное, вино, да? Если так сказать, это чудо. Это чудо, это прям такая память вообще. Спасибо за чудо. Ну и это письмо, да, мы же очень, как сказать, ценим и должны передавать от поколения к поколению. И что интересно, смысл-то и те задачи, которые он перед нами ставил, не стираются. Наоборот, еще это как бы новые эти мысли появляются после каждого чтения. И в Качакацах мы провели, значит, такое мероприятие, это первый раз, значит, оно же в архивных этих, как называется, в архиве, там в рукописи сохранились, и они лежали там более, ну, там 90 лет лежали. И мы с таким трепотом это все вытащили отсюда, как положено, это же температурный режим, вообще нельзя вот так трогать. Все, опись делали, и это Качакацы, где была написана эта большая работа, труд его. В Качакацах три дня, там под Секулом, и держали, были работники архива, приезжали со всех этих районов представители, значит, знакомились с содержанием письма. И это было очень большое мероприятие к столетию. И я надеюсь, что школы, работники культуры все сделают возможное, чтобы это направление работы по увековечиванию, по, значит, изучению работы Алексея Алексеевича Кулаковского, мы должны делать не через каждые пять лет, да, а планово всегда, они должны быть в учебных программах и мероприятиях республиканского уровня. Ну, вот в этом году большое событие, 145 лет. Но он не теряя обращение делал интеллигенции. И сейчас можно, тоже обращение надо делать, чтобы наша интеллигенция образованно воспитывала население, наших ребят, наших этих якутянок, якуток, вот так. Ну, вот его слова, мы должны начать сознательную, культурную, законную борьбу за право своего существования посредством прогресса и культуры. Да, да. То есть он говорил о том, что обязательно обучение, это вот именно к тому, чтобы сохранить свои корни, да, свои традиции, чтобы о тебе узнали, о тебе помнили, о тебе говорили. Конечно, это важно. Он очень боялся того, что якутский народ растеряется среди других народов, и, значит, красной дненью идет, чтобы интеллигенция, интеллигенция вопросами сохранения языка, культуры. Да, он своим примером показал, что сделать что-то... Да, интеллигенции многое, ждите. Да, что-то ценное, да, что потом это принесет пользу людям, твоему народу. Мы сейчас снова на короткую рекламу, очень скоро вернемся, слушатели и зрители, нас не теряйте. Субтитры делал DimaTorzok И такая семейная династия мощная, да, с таким количеством лет, обучающая столько людей, это просто уникально. И вот сегодня даже у нас состоялось такое событие, вручение Раисе Рясовне тех, ну, экспонат, как не скажешь, да, тех, как это назвать, той реликвии, может быть, как... Которое прикасался сам Алексей Елисеевич Кулаковский, это вообще удивительно. Я вот тоже поддержалась, теперь думаю, что, может быть, я стану чуточки умнее. Потому что человек действительно легенда. И когда я вот готовилась к эфиру, да, я читала, и просто каждый раз я в восторге. Не могу даже запомнить, вот сколько всего он мог, сколько он всего изучал. Это основоложник якутской литературы, просветитель, философ, гуманист, первый последовательный исследователь Якутии по всем фундаментальным научным направлениям. Экономика, социология, естествознание, этнография, этнопсихология, мифология, языкознание, литературовидение, фольклористика, агрономия. Первый учитель Якутии, он знал 13 тюркских языков. Это невозможно просто книги и научные труды по шаманизму, да, поговорки-пословицы огромное количество. Как это всё он успел. Шамана, интеллигенции, письмо интеллигенции. Да, вот настолько разносторонние, да, как это вообще возможно, я не знаю. Тут вроде бы что-то одно делаешь, и тут времени не хватает. А тут человек столько всего вообще мог и умел, и знал. Это просто, я не знаю, вот где-то за гранью, какой-то космос абсолютный. И наверняка на сегодняшний день есть ещё то, чего, может быть, основная масса людей не знает, но знаете вы как руководитель, как директор музея истории. В нашей студии я ещё напомню, что у нас два гостя. Это магистр филологии, руководитель музея истории города Александр Павлович Наговицын и отличник образования Республики Сахая-Якутия, заслуженный учитель Российской Федерации, народный депутат ЛТМН Елена Голомарёва. Ну вот я к вам сейчас, Александр Павлович, с вопросом. Добрый день ещё раз. Ну, Алексея Алексеевича Кулаковского я знаю со студенческих лет, и когда вот преподавала Людмила Рясовна Кулаковская, и с тех пор вот именно интерес к Кулаковскому с этого года началось у меня. И я уже больше десяти лет уже исследую жизнь и творчество Алексея Алексеевича Кулаковского. Десять лет работал в Институте Кулаковского, который открылся в 2010 году, 1 сентября, по инициативе Евгении Исаевне Михайловой. И там, конечно, работа Института была по плану очень огромная. Первым директором назначили Людмилу Рясовну Кулаковскую. Это мой учитель, наставник, человек, который именно, ну, не боюсь сказать, что помог мне именно в росту личностного характера, да, личностному росту как человека. И с тех пор большая, но основная задача Института была именно по изданию 9-томного академического издания. На данный момент изданы два тома, первый том и второй том, и сейчас готовится второй том. Ну, сейчас я работаю в Музее истории города Якутска, но все равно связь не перерываю с Институтом Кулаковского. Так как душой и сердцем я все равно как бы болею, каждый животно во всех мероприятиях участвую. И сейчас, ну, в плане Института сейчас готовится, я сказал, что готовится третий том полного собрания сочинения Кулаковского. Готовится международная конференция, которая будет проводиться в Москве в декабре. И очень много планов. Ну, в плане нашего музея в этом 21 апреля у нас открывается выставка 200-летию Якутской городской думы. И мы там отдельно будем открывать экспозицию по Кулаковскому. Именно жизнь творчества Кулаковского, как бы, так как это наше издание, здание нашего музея изначально был дом музея Кулаковского. И поэтому мы как бы именно хотели показать, что вот этот дом именно принадлежал Кулаковскому. И поэтому будет открываться вот эта экспозиция. Всех приглашаем наших горожан. А вы еще резюмируете, когда будет открываться, куда приглашаете, чтобы... Так, выставка будет открываться, наше здание, наш музей находится в МОЦВА 1-1. Это район старого города. И 21 апреля. Трожественное открытие выставки. А вот вы когда передавали реликвию такую семейную, да, вы сказали, что, может быть, еще будет, еще какой-то музей будет? Вы говорите, что, может быть, будет еще музей? Ну, отдельный музей Кулаковского должен быть. Мы считаем. Ну, хорошо бы. Первые вот такие есть. Первые из пенаны появились. Вот и письмо, письмо есть, которое, вы говорите, под стеклом хранится. Ну, конечно, если собрать, есть у нас, в семье есть кое-что. Если откроют, если они будут построить такое приличное здание, мы все дадим. А сейчас где? В деревянном доме, что ли? Нет. Так не положено. Так, и у нас 2015 года по инициативе Института Кулаковского открылась подсекция «Наследие Кулаковского». Это Республиканском научно-практическом конференции «Шаг в будущее». И наша как бы подсекция, один из молодых подсекций, но результаты очень хорошие, так как наши призеры-победители ежегодно участвуют в российских конференциях и там становятся победителями и призерами. И, конечно, вот «Наследие» Алексея Алексеевича Кулаковского, он, так как говорили наши ученые, он не только в нашей республике, он знает, да, его знает по всему миру. Это доказывает, что в 2012 году была организована международная конференция, это «Столетие письма якутской интеллигенции» в Москве, и там участвовали со всего мира. Это из Японии, Великобритании, Германии. Была такая масштабная научно-практическая конференция. И там сказали, почему вот такого великого человека до сих пор от нас скрывали. — Конечно, прочитать, если его историю, его биографию, это же действительно просто, сам повторюсь, это восторг. В детстве я прочитала, что Алан Фасутов, Алан Фо, слушал все время. И я вот думаю, надо же, это вот как-то вот как будто в нем развило вот это жизнелюбие, какую-то вот такую силу, такую мощь, музыка вот такая, вот такое пение. — И вот хочу показать вам вот этот портрет. Это сделали наши участники Нюрингри, информационно-технического гимназии. Это очень участница вот такой. — Это тоже подарок? — Подарок нашей подсекции. Должен подарить Институту Клаковскому. — А, да, я думала, вы хотите тоже подарить и нести. — И в 2018 году я издал вот авторскую видеоурок о жизни и деятельности Алексея Алексеевича Кулаковского, так как сейчас наши ученики его знают как писателя. Я хотел показать именно, что он всесторонний человек, он не только писатель, он литературовед, лингвист, фриклорист, философ. И мне помогли наши ведущие ученые Северо-Восточного федерального университета, люди, которые занимаются именно наследием Кулаковского. Это Людмила Рясовна Кулаковская, Проскова Васильевна Сивцева Максимова, Виктор Михайлович и Петр Петрович Слепцов, наш академик. И участвовали как информаторы, рассказывают деятельности по своей сфере. И вышел очень интересный такой видеоурок, именно что сейчас Фугос требует, чтобы образование перешло на новый виток. Все равно, чтобы дети визуально видели, слышали именно тех людей, которые именно этим занимаются, наших ученых. Раиса Рясовна, есть еще какие-то у вас издания? Я, как внучка, желаю, наверное, со всей династии, со всего якутского народа, чтобы был музей, приличный музей. И кино хотим, чтобы вышло столько планов. Но если захотят, конечно, наши руководители сделают это дело. Пусть захотят, это очень верно, я думаю, очень правильно. Вот я лично хочу, чтобы, когда я буду жить, в это время надо кино смотреть, вживую свою дедушку видеть и приличный музей иметь. Ну, тогда достаточно было бы. Мы предпочитали бы своего великого человека, мирового значения. Вы мне так нравитесь, вы такая живая, такая жизнерадостная. Спасибо вам большое, что вы живете. Последние годы, в 23-м, в 24-м году он жил в Сиимчане. У нас сейчас уже эфир подойдет к концу. Я знаю, что это мне подарки. Спасибо вам большое за то, что вы сегодня с нами, с зрителем и слушателем. Спасибо за ваше внимание. И надеемся, что и музей будет, и фильм «Бускай» будет снят. И вам здоровья, и долгих лет жизни. Спасибо.